Всем привет! На связи Борис Соколов, сайт visitasam.ru И давайте в этом видео я расскажу о погоде в Дубае весной, ну, в Объединенных Арабских Эмиратах весной, так как погода примерно везде одинакова, о том, стоит ли сюда ехать и вообще, что здесь происходит в весеннее время. Вообще, если вы не смотрели мои видео, у меня по каждому сезону есть такой видеообзор зима, лето, весна, осень, так что подписывайтесь на наш канал, здесь будет очень много интересной информации. И не забывайте, у нас есть телеграм-канал, где рассказывается о переезде в Дубае, оформлении резидентской визы, покупке недвижимости, сколько стоит здесь аренда, цены на квартиры, еда в магазине и очень много другой интересной информации. Любые вопросы вы можете задавать в нашем телеграм-чате русскоязычном, там тоже ответят. Так, поехали! Весна – одно из моих любимых времен года в Дубае, и мне нравится здесь отдыхать, жить в это время. Почему? Особенно март месяц. Для меня это прям идеальное время. Ну, одно из лучших времен, наряду с ноябрем и началом декабря, для отдыха в Дубае. Почему? Температура воздуха прям максимально комфортная. Днем температура воздуха повышается 26-27 градусов, даже 28 уже к концу месяц, то есть самый комфортный для того, чтобы отдыхать на пляже, ночью может опускаться до 17-18. То есть, с одной стороны, классный комфорт и днем, нет удушающей жары, можете прогуляться, даже возьмите там легенькую куртку, джинсы, чтобы прогуляться вечером. Температура воды уже тоже начинает подниматься после зимы, когда она прохладная, самая прохладная температура воды зимой 21,5. Так вот, в марте она уже начинает повышаться где-то до 24 градусов и подходит прям для купания. Не горячая, допустим, но и достаточно прохладная и бодрящая. Апрель тоже для тех, кто любит жаркую и теплую погоду, но не изнуряющую жару, тоже классно подходит. Я просто чуть-чуть прохладнее люблю, поэтому для себя выделил март. Температура днем 30-33 градуса, особенно если вы приехали из холодного климата, центральной полосы России, там северной полосы России, где идет еще зима и только начинается весна, думаю, будет классно и идеально для вас. А ночью уже температура воздуха поднимается где-то 22-23 градуса. Температура воды 25 градусов. Тоже идеальное время для того, чтобы здесь отдыхать. Вода уже становится теплой. Теплой, днем еще нет такой жары уже, как в марте. Тоже классное, в мае, классное, отличное время для отдыха. Что еще хорошо, тут никаких, например, вот почему мне нравится апрель, мартовские праздники закончились, майские закончились. Можно в том числе туристический сезон как раз идет с октября по апрель. И можно прямо в конце апреля, перед майскими праздниками, найти достаточно хорошие цены на туру, на билеты. Вроде туристический сезон уже заканчивается, никаких праздников нет. Можно поймать хорошие цены и отдохнуть в отличное время года здесь. В мае. Смотрите, одно дело начало мая, и конец мая. Начало мая. Температура воздуха уже днем повышается в мае до 33-х, даже 35-ти бывает градусов, 36-ти, но это в конце мая. Где-то в начале мая 33-ти. И уже становится, чем ближе к концу мая, тем более жарче, жарче, жарче. Вода. Вода становится теплой, 28 градусов. В принципе, но уже днем лучше проводить время где-то в кондиционированных помещениях, либо вот как я сейчас сижу в тени. И, кстати, можно на втором этаже вот здесь в Старбаксе посидеть и посмотреть на набережную Джибер, Дубай-Марину, полюбоваться на красивые виды. Но уже в мае. Если вы приезжаете в мае, что бы я вам рекомендовал? Купаться где-то лучше с утра, особенно во второй половине мая, вы приезжаете там до 10-ти, до 11-ти. Днем я провожу время дома. Ну, не обязательно дома в отеле с кондиционером. Или работаю где-то дома с кондиционером. Или вот сижу в местах, которые с кондиционером. Куда бы я вам рекомендовал сходить? Если вы приезжаете как турист в Дубай-Мол, например. Очень много интересных мест. Здесь находятся в каких-то молах, в закрытых помещениях. Например, в Дубай-Моле находится отличный аквариум. Можете посмотреть. Акул, пингвинов. Если вы пойдете, кстати, в гости к пингвинам, в домик к пингвинам, это стоит дополнительно 100 дирхам. А само посещение аквариума 299 дирхам. Вот там будет погода. Минус снег. Вам даже дадут такие зимние куртки. И, например, если на улице 35 градусов, вы туда заходите. Такой резкий контраст. Только не заболейте. Ну, очень необычное ощущение. Помимо этого, можешь там покататься на коньках. Есть крытая площадка. 110 дирхам полтора часа. Например, в будни и днем. Вечером дороже. Можете сходить туда. А вечером ближе к закату снова выйти на пляж, покупаться, посмотреть на закат. И потом плавно у вас перетечет отдых вечером. Вечером уже как бы прохлады нету. Можно ходить в шортах, в футболке. Поэтому для меня, наверное, май – это последний месяц, когда так комфортно отдыхать в Дубае. Даже начало мая. Но опять, я люблю более такую прохладную погоду. Мне все-таки слишком сильная жара. Не нравится. Люди приезжают из Сибири, говорят, о, как хорошо, суперклассно. Нам, наоборот, самое то здесь прогрессия и позагорать. То есть я и такие отзывы слышал. Если подводить итог, весна – отличное время для отдыха в Дубае. По мне, самое классное время. Это вторая половина марта и апрель. И цены недорогие. Укончились мартовские праздники, еще они начались майские. А россиян очень-очень много прилетает отдыхать в Дубае. И отличная погода для отдыха. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Там рассказывается о переезде в Дубае, о ценах, о жизни. И на наш телеграм-чат там можете задавать любые вопросы об отдыхе, какая тут погода, куда лучше сходить. Там уже более 7 тысяч подписчиков вам ответят. Ну и сами делитесь своими мнениями. Ну и обязательно комментируйте это видео. Понравился ли вам Дубай? Что вы тут увидели? Понравился ли вам отдыхать весной? В какое время года вам больше понравилось здесь отдыхать? Обязательно делитесь своими комментариями. Так как, повторяю, у меня может быть одно мнение у людей, кто здесь отдыхал, другое. Так что обязательно оставляйте свое мнение и комментарии под этим видео. С вами был Борис Сколов. Сайт виза.саб.ру. И до встречи в следующих видео на нашем канале.